Все свои. Эксперты в области. Вчера, когда с нашим экспертом мы беседовали в эфире по поводу возврата собственных средств и прочее, к нам пришел вопрос от слушательницы Елены, буквально следующего содержания. Ситуация, когда человек уходит из жизни, а жена хочет оплатить его кредитную карту, но ей говорят, ждите 6 месяцев, а потом все оплатите вместе с просрочкой за эти 6 месяцев. А человек хочет оплатить, а банк этого не хочет. Это же неправильно. Но получается, что банк вынуждает тебя потратить больше денег, чем ты мог бы. Да, все верно. А корректно ли такое поведение банка? Ну и вообще, кстати, любые ваши вопросы, друзья, подобного содержания вы всегда можете задать нам. Мы в этот момент ищем специалиста, который объективно готов ответить на подобные вопросы и слушаем его ответы в прямом эфире. Мы открываем юридическую консультацию. Да, давно уже открыли, ты все пропустил. 913-381-05-54. Сегодня с нами на связи Игорь Кирилловский, директор департамента судебного взыскания компании «Лаймзайм». Игорь наверняка ответит нам и на этот вопрос. И вообще, сегодня сориентируемся с наследством. Ведь наследовать можно не только бабушкин дом, но и папины долги. И вот что в этой ситуации делать, давайте выяснять. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Ну давайте начнем сразу с вопроса от слушательницы, да, сориентируем ее по поводу кредитной карты. А что у вас там за рация разговаривает? Да, кто-то с нами еще у нас есть. Игорь, расскажите, пожалуйста, вот про эту кредитную карту при ожидании в 6 месяцев. Ну на самом деле есть несколько вариантов развития событий. Можно оплатить, как зачастую, родственники знают доступ к пин-кодам, картам и онлайн-приложения в телефоне. То есть можно оплатить этим способом, то есть зайти в онлайн-приложение, перевести деньги со своего счета на этот счет и закрыть, собственно, кредит, написать заявление. Либо это можно сделать через банкомат, в банке также, если неизвестен пин-код, то взвести деньги и закрыть полностью кредит. А это, извините, законно, если мы действуем с точки... После ухода из жизни человека, да. Да, почему? Ну такая карта-то остается рабочая. Почему? Что в этом незаконного? И в онлайн тоже что незаконного? Потому что пока клиент не принесет уведомления в банк, что клиент умер, банк об этом не знает. Только если еще находится... Смотря на какой стадии еще находится... А, вот-вот, дописывает Елена, сейчас с нами уже на связи, карта уже заблокирована банком. А, уже заблокирована. Ну, тогда через онлайн тоже не получается. Тогда можно оплатить в банке, просто нужно сдать номер договора. Вы приходите в банк, называете номер договора и вносите сумму. Все, больше банк... Через кассу не нужно говорить, что там за кредит, что-то хорошее. Просто внести деньги на средства на этот счет и все. И деньги будут поступать. А если банк уже сформулировал вот это свое требование, ожидание 6 месяцев, это законно? Ну, нет, по закону это законно. Мы можем оплатить, никто не мешает. То же самое, что вы приходите, просто перечисляете деньги на какой-то счет. Никто уже не спрашивает, зачем это делать. А если я не знаю номер счета? Ну, вот, а банк мне его не говорит, говорит, ждите 6 месяцев. Номера договора нет, вот пишут, да. Номера договора тоже нет. Ну, можно написать запрос, брался ли кредит или не брался в этом банке и ждать ответа от банка. А на каком основании я этот запрос отправляю в банк? Мне скажут, вообще вы кто? Ну, тут-то уже, вот это нужно сделать на свидетельство о смерти. Потому что вы разбираетесь в ситуации и хотите узнать, есть ли вы у человека долгий или нет. А может быть, эту работу можно поручить, ну, я не знаю, нотариусу? Или есть кто-то, кто этим занимается, может, профессионально? Да, у нотариуса есть такие полномочия запросить, когда выступает на наследство. То нотариус может запросить любую информацию. Ну, это вот, опять же, через 6 месяцев. А если нужно действовать сейчас? Нет-нет, нотариусу через 6 месяцев действует. Он действует раньше, потому что вы подаете заявление. С этого момента начинается работать с нотариусом. А, ну, то есть это как вариант. Как вариант. Ну, тогда давайте с самого старта. Кому достаются долги? Ну, у нас такой стереотип сложился, что в культуре, что наследство – это всегда только богатство. Но, на самом деле, с материальными благами наследник может получить и долги умерших, в том числе и долги ПИДНФО. Что об этом говорит закон? Тема наследования, главным образом, отражена в нескольких статьях Гражданского кодекса. Это 1110-е, 1112-е статья и 1175-е. Их положение, которое следует запомнить или знать. То есть, если наследник отказался от наследства, то погашать долг умершего ему не нужно. Это первое. Если наследник все-таки согласился, его долговые обязательства ограничиваются стоимость имущества. Например, если остаток долга умершего заемщика, вот перед МФО возьмем, 30 тысяч рублей, то доля в наследстве, а ваша доля в наследстве составляет 50%, например, то следует, когда нужно будет заплатить 15 тысяч рублей. Остальное распределяется между другими наследниками. Если будет больше, чем суммарная стоимость наследства, обязательства по выплате его остатка, прекратятся невозможности исполнения. Скажите, а как бы до вступления в наследство узнать, в открытом доступе есть ли у человека какие-то долги? Это зависит от стадии искусственного производства, стадии изыскания. Если это стадия уже судебная, то можно на сайте ФССР забить фамилию клиента, дату рождения, регион, соответственно, выбрать соответствующий, и там появится вся информация. На каком еще раз сайте, напомните? Сайт Федеральной службы судебных приставов. Федеральная служба судебных приставов. А если пока еще до судодела не дошло, но должок-то есть, мы его вообще никак не увидим? Там в основном, получается, еще до судебной стадии идет работа с клиентами, звонят и могут позвонить третьим лицам. Третьи лица – это ближайшие родственники, в первую очередь. Детки не могут дозвонить до самого клиента. То есть, скорее всего, вы узнаете, что есть задовольность какая-либо. Клиент, то есть, человек узнает, что есть задовольность. Ну, что касается сайтов ФССР, это вообще очень полезная штука, туда нужно заходить хотя бы раз в полгода проверять на всякий случай. И до первого свидания с девушкой. Еще можно обратиться в бюро кредитных историй, чтобы узнать, ли у него успешно, как у СОП, что заубили, нет. Так, ну здесь понятно, здесь выяснили. Это правда? Вот у меня лично друзья сталкивались с такой ситуацией, когда речь шла о микрозайме организации, которые не отражаются на сайте ФССР. Это правда? Да, есть такое, потому что на сайте ФССР, я же говорю, это от стадии зависит. Если еще дней по срочке меньше, чем положено для судебной стадии, то она никак не отрадится, потому что судебного приказа еще нет на исполнение. Понятно. Значит, микрозайма мы никак, получается, не узнаем на этом сайте. Да нет, ну не только микрозайма, вы ее про кредит не узнаете. И про кредит не узнаете. Да, только и другие долги, соответственно, только когда есть судебный приказ либо исполненный документ на исполнение судебного пристава. Тогда это вносится в базу, возбуждается исполнительное производство, и, соответственно, вы уже можете тогда все это узнать. Так, ну это такая история. Это очень будет неприятно человеку выяснить по итогу. И так ситуация случилась, она еще будет ухудшаться. Как тогда правильно принимать наследство, чтобы минимизировать риски? Во-первых, нужно сразу же обратиться, заявить о своем правильном наследстве, можно в течение 6 месяцев, это срок, после смерти инвестидодателя. Чем раньше это сделать, тем лучше. Как я уже говорил, что онтариус начинает собирать информацию об имуществе высокого и будет обладать уже полным пакетом документов для того, чтобы передать его вам. И самим нужно еще собрать невозможные документы умершегося о его активах и обязательствах. Обратите внимание на соотношение стоимости переходящего к вам имущества и размера долговых обязательств, если вы узнали о них. Если человек уверен в своих финансовых возможностях и явно покроет долг, то можно принимать с него наследство. Если не уверен, нужно все здесь, за и против, уже подумать. Стоит оно того или нет, играть с этим? А еще лучше во время жизни побольше уделять человеку внимание, чтобы знать о его финансовом состоянии. Да, как часто бывает, родственников забрасывают, ну потому что дела, забота некогда, да, и потом вспоминают уже вот в такой жизненный период. А там могут быть сюрпризы. Об этом мы сегодня с Игорем Кирилловским, директором департамента судебного взыскания компании «Лаймзайм» и поговорили. На «Радио 54» все свои. «Радио 54» в области твоей жизни.